Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. И воду провели, и асфальт постелили. В селе Витязево полностью восстанавливают дорожное полотно после прокладки коммуникации. Пройти всех специалистов за один час. В городской поликлинике модернизировали систему прохождения медосмотров. Большой бизнес в маленьком городе. Какое анапское предприятие участвовало в строительстве Керченского моста и тоннелей в Сочи? И выгодно ли в Анапе выращивать лен? Подготовку курорта к высокому сезону обсуждали сегодня участники планерного совещания в администрации Анапы. У каждого подразделения свой фронт работ. На первом плане – безопасность отдыха. Социальный блок готовится к началу летней оздоровительной кампании. Административная комиссия подводит промежуточные итоги работы мобильных групп. У транспортного отдела и муниципального контроля задачи – порядок в сферах пассажирских перевозок, строительства, торговли. Анапа может принять участие в государственной программе по формированию комфортной городской среды. Это реальная возможность за счет краевых средств облагородить дворы, которые давно требуют ремонта. Глава курорта ставит задачу не медлить с подачей заявки на участие в программе. А подготовку необходимых документов нужно было начинать, что называется, еще вчера. Мы обязательно будем участвовать в этой программе, я уверен. Мы будем облагораживать наши дворы. Если вы не проникнетесь, то у меня будут довольно серьезные. Не шутите с этим вопросом. Государство дает денег, а мы не берем их. Это касается вообще благоустройства тех территорий, которые полвека ничего не делали. Замглавы Людмила Мурашова отчиталась об организации отдыха и занятости школьников во время летних каникул. С 1 июня в Анапе начнут работать детские площадки дневного пребывания на базе 28 общеобразовательных учреждений. Как подчеркнула Людмила Мурашова, главное требование к организаторам детского отдыха и занятости – всестороннее обеспечение безопасности. Это касается и отдыха на пляже. 58 человек, ответственных за купание школьников, посещают лагеря дневного пребывания и уже прошли необходимый инструктаж. В каждой школе провели обучающие занятия о правилах безопасного поведения на воде. О безопасности при перевозках говорила заместитель главы Анжелика Бузунова. На курорте должны работать только зарегистрированные перевозчики, автомобили которых соответствуют всем требованиям безопасности. Работу нелегальных таксистов продолжают пресекать. Проведено 52 мероприятия, составлено 65 административных материалов, 19 транспортных средств помещено на специализированную стоянку, 4 под сохранную расписку. Усилится борьба и с несанкционированной торговлей. Специальные мобильные группы продолжают выявлять и пресекать торговлю с рук, без разрешающих документов и сертификатов качества. Для того, чтобы убредить, нужно этим заниматься активно и, кроме того, качественно. Мы определились маршруты. Вот эти набережные, вот это то, что касается наших маршрутов движения, вами четко определено. Это утверждено уже главой муниципального образования. Как отметил глава города, курортный сезон 2017 должен пройти в первую очередь под знаком безопасности. Поэтому всем подразделениям администрации в ближайшие три месяца придется работать в усиленном режиме. Дорога в туристический рай. В Витязево завершается благоустройство на тех улицах, где велось строительство нового водовода. Сейчас в селе идут масштабные работы по восстановлению дорожного полотна. Требования Сергея Сергеева придать самому популярному туристическому направлению достойный вид. Подрядчики укладывают асфальт. Коммунальщикам предстоит привести в порядок тротуары. В Витязево всю весну полным ходом шло строительство нового водовода. Строительно-монтажные работы сопровождались перекрытием улиц и разрытиями. Глава Анапы от подрядчика требовал соблюдения сроков и полного восстановления нарушенного благоустройства. Ход работ по поручению главы курорта контролировал руководитель муниципального предприятия Анапа-Водоканал. Происходит строительство водопровода диаметром 560 мм по федеральной программе от автодороги Анапа-Керчь до Жемчужины России. На данный этап здесь улица Светлая заканчивается работой. Сейчас пройдет опрессовка и будет происходить полное благоустройство территории. В данный момент в восстановлении дорожного полотна задействовано более 10 единиц тяжелой техники. Около 20 сотрудников дорожной службы высокими темпами ведут укладку асфальта. Уже заасфальтированное кольцо на Южном проспекте полностью уложили новое покрытие по улице Летняя. Начались работы на Горького. Для жителей села это стало настоящим подарком. Они получили не только бесперебойную подачу воды, но и полноценную дорогу, отвечающую всем стандартам. Спасибо администрации всем за то, что они все-таки сделали нам. Самое главное, что после себя наводят порядок, асфальтируют. И я думаю, жители будут благодарны. Еще раз хочу сказать спасибо всем, рабочим, которые здесь работали. Тем людям, кто заказал водоканал, подрядчику, всем, которые здесь работали, за то, что они сделали. К новой дороге нужны и восстановленные тротуары. Сегодня на планерном совещании Сергей Павлович дал соответствующее поручение – в короткие сроки благоустроить пешеходную зону. Сегодня нам минимальное право устройство, чтобы люди там не скакали по дороге, а ходили по тротуару. Это все. Зайдем на центральную группу, на светлое, в общем, сейчас зеленый строй там тоже будет. На круг, да. Это наша зона ответственности. Ежедневно замглавы Анжелика Бузунова выезжает в Витязево для контроля над ходом благоустроительных работ. А в городе продолжают наводить лоск курортному сезону. Высаживают цветы, кустарники, украшают улицы. Так, на центральной улице Крымская солнце теперь будет светить и ночью. Здесь специалисты ЖКХ меняют цветовые растяжки зимней тематики на летнюю. Солнце, чайки и морские волны – узнаваемые символы курорта. Новые декоративные конструкции сделаны полностью из светодиодов, что существенно увеличивает срок службы и значительно экономит электроэнергию. Уже сегодня с наступлением темноты центральная улица города озарится яркими огнями, что, безусловно, придаст ей праздничный вид. Всего на Горького установят 14 светодиодных конструкций. А в 12-м микрорайоне на 100-метровке продолжают облагораживать территорию. Здесь две бригады рабочих укладывают новую плитку. Все работы будут завершены в ближайшие дни. Те, кто оформляет водительские права, смогут получить медицинское заключение через час или полтора и заплатить ощутимо дешевле, чем где-либо. В Анапе модернизировали систему прохождения медосмотров. Теперь пройти всех специалистов, сделать флюорографию и сдать все анализы можно в одном здании поликлиники на улице Крепостная, 85. Это рядом с цветочными часами. Отдельная регистратура, тут же терминал оплаты. Поток делится на два. Все специалисты в одном здании. Такая оптимизация позволила значительно ускорить процесс прохождения медосмотров. С учетом того, что теперь тем, кто получает права категории А или Б, нет необходимости сдавать анализы или проходить флюорографию, то весь процесс, а это визит к трем-четырем специалистам, занимает не более полутора часов. Водительская справка стала стоить у нас в муниципальном учреждении 635 рублей. Это минимально. Категория А и Б. Дальше, в зависимости от категории, там Б, Ц, Д, прибавляется исследование и цена немножко повышается. Дешевле, чем в коммерческих организациях, работающих в городе. Так как мы являемся муниципальным учреждением. Водителям, которые работают на предприятиях, полагается проходить более детальный медосмотр раз в год. Анатолий один из них. Для него это уже третий такой медицинский осмотр. Он отмечает, что стало значительно удобнее. Все в одном месте. Арколога, психиатра, надо было ехать на Дерскую сдавать. А тут оно все в одном месте. То есть не мотаться по городу. Оптимизация в деталях. Кабинет для сдачи анализа в крови работает до середины дня, а не только по утрам. Технологический процесс непрерывный. Еще и потому, что в кабинете есть специальная безопасная кварцевая лампа. Можно продолжать работать и принимать граждан одновременно с ее работой. Новая плитка, свежая краска, пластиковая входная группа. Такой ремонт уже сделан в половине кабинетов. В том числе у лора, окулиста, стоматолога. Уже подготовлены кабинеты для аудиометрии, контроля остроты слуха, важно для тех, кто работает на шумных производствах, а также спирометрии для тех, кто по долгу службы контактирует с активными химическими веществами. Анапская поликлиника теперь работает и по субботам. Специально для удобства работающего населения, желающего пройти диспансеризацию, добавлен дополнительный приемный день. В этом году плановое медицинское обследование должны пройти почти 12 тысяч человек. Пока внимание своему здоровью уделили менее 4 тысяч анапчан. Медики напоминают, предупредить тяжелые заболевания гораздо проще, чем их лечить, и рекомендуют обследоваться хотя бы раз в три года. Это позволяет выявлять хронические болезни на ранних стадиях и избежать осложнений. Утром выходного дня попасть на профилактический прием можно с 8 до 12 часов. Для прохождения процедуры диспансеризации надо заполнить анкету и получить направление к специалистам. Кроме того, по предварительной заявке десант врачей выезжает на территорию предприятия и в сельские округа. Более подробную информацию узнавайте по телефонам, указанным на экране. На днях в России отметили День предпринимателя. В Анапе примерно треть жителей развивает свое дело. Сегодня честный бизнес – это весомая поддержка экономики города. Рабочие места, развитие инфраструктуры, спектры, качество услуг и даже поддержка социальной сферы – все это помогает обеспечивать в том числе и местные предприниматели. В Анапе много достойных примеров успешного и ответственного бизнеса, результат которого приносит благо не только его владельцам, но и городу. Анапский бизнес – это не только сезонная торговля. На курорте много достаточно серьезных крупных компаний, которые трудятся десятки лет на благо родного города и его жителей. Компания ООО «Лотос» занимается инженерной геологией и геодезией. По оснащенности этой грунтоведческой лаборатории нет равных на Черноморском побережье. Предприниматели «Лотоса» однажды заняли свою уникальную нишу. И сегодня признаются, что уже не они ищут работу, а работа ищет их. Из наших последних объектов, что мы хорошо отработали, это в Сочи мы поработали на строительство Олимпиады. Из последних, наша стройка великая – это Керченский мост. Тоже приняли непосредственное участие. Практически первые зашли, так как изыскатели – это как всегда первопроходцы. Непосредственное участие приняли в Южном потоке на Бурении. Новороссийский мазутный терапинал, импорт пищепром. Вот эти все хранилища и мазутохранилища также непосредственно принимали участие в строительстве, в принципе, в изысканиях на уникальном объекте, который – тоннель Грушовая-Шисхарис. Это Черномор-Транснефть, которую вели мы в сопровождение проходки тоннелей. В Сочи делаются тоннели на Красную Поляну, непосредственное участие это мы принимали. Реконструкция сочинского порта. А вот конкуренция в строительной индустрии достаточно высока. И на этом рынке сегодня выигрывают те, кто строит не только быстро, но также качественно, надежно, с выполнением социальных обязательств. Один из добросовестных застройщиков курорта ООО «Капстрой» построил для маленьких анапчан детский сад, а жилые комплексы обеспечивает развитой инфраструктурой. Сделано действительно для людей. И вот что еще удивляет, вот пять этажей и лифт. Очень удобно. Свои удачные примеры есть в каждой отрасли. В России санаторно-курортную сферу Анапы развивают такие санатории, как, например, «Рябинушка», где для оздоровления отдыхающим предлагают целебную сероводородную мацестинскую воду. А «Шато Гайкадзор» – пример качественного развития винодельческого хозяйства. Французская «Ривьера» оценила серебряной медалью «Розе Гайкадзора», а его белый мускат, главные виноделы страны, назвали лучшим белым вином России. Предприятие, которое развивается и стремится своим развитием, как бы показать, что российское виноделие живет, что российское виноделие развивается. Еще один показательный пример успешного развития фермерства – дело семьи Яковенко, выращивающей лен. Они смогли давнюю мечту превратить в процветающий бизнес. – Очень полезное льняное масло. Единственное, что возмущает, что в России его, к сожалению, не делают, оно идет за границу сырьем, там давят из него масло и возвращают его нам. Поэтому хотелось бы, конечно, перерабатывать его здесь, а вот отходы, широт, жмых использовать на животноводство, которое есть в планах, так сказать, развития. – Так вы миллионеры тогда, значит? – Получается, надбавочная стоимость остается в Турции, а у нас, так сказать, покупают только как сырье. Вот если наладить переработку, то, конечно, да. Сегодня наш бизнес социально ответственен. Предприниматели платят налоги, участвуют в жизни города. Они несут с собой новый взгляд на привычные вещи, делая нашу жизнь удобной и красивой. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа-Регион.ру». А я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok